Нью-Йорк всегда считался местом повышенного загрязнения по многим причинам. Да и в целом США – это страна с хорошо развитой промышленностью, что неизбежно оказывает сильное влияние на состояние экологии. Металлы и диоксиды являются наиболее опасными веществами, наносящими вред атмосфере. Последствия глобальных потеплений в США сильнее, чем у других стран. Пожары, горение лесов также ухудшает качество воздуха. Водные ресурсы отравляют сточными водами и продуктами переработки топлива. Районы трущоб, которые не редкость в Америке, заполнены различным бытовым мусором, который выбрасывают жители мегаполисов. Это порождает антисанитарию и развитие болезней. Согласно исследованиям Агентства по окружающей среде, у Нью-Йорка по-прежнему высокие показатели загрязненности воздуха. Большую часть вредных веществ выбрасывают в атмосферу автомобили, автобусы, строительный транспорт. Над городом часто висит густой смог. Самое сложное положение наблюдается на Манхэттене. Это один из густонаселенных районов с оживленным уличным движением. Риск заболеваемости раком здесь втрое выше, чем в среднем по США. Это заболевание связывает с присутствием токсичных частиц в атмосфере. Нью-Йорк относится к одним из самых густонаселенных городов США. Число его жителей на сегодняшний день составляет порядка 9 миллионов. Конечно, такая плотность людей на квадратный метр жилого пространства не способствует улучшению экологической ситуации. Недавно было установлено, что достаточно сильное загрязнение атмосферы Нью-Йорка происходит не только по причине большого числа автомобилей, но и жилых домов. Оказалось, что газы, выбрасываемые в атмосферу жилыми постройками, ничуть не менее вредны для экологии, чем автомобильные выхлопы. Поэтому муниципалитет решил принять меры, признанные сделать недвижимость Нью-Йорка более безопасной. Авторы соответствующего законопроекта называют свой замысел самым грандиозным за всю историю существования климатического законодательства. По их мнению, выбросы из жилых строений города должны быть сокращены на четверть в ближайшее время, а к 2030 году на 40%. Уровень присутствия в воздухе диоксиды серы, никеля высок возле зданий, отапливаемых продуктами переработки нефти. Это устаревшая система, которой пользуются 10 тысяч домов Нью-Йорка. Для улучшения обстановки власти города приняли программу «Чистое тепло», которая позволяет перейти на более чистое топливо с низким содержанием серы. Также на этот вид топлива переводят общественный транспорт. Немалый вклад в загрязнение воздуха вносят химчистки, автомастерские, которые используют покраску машин с помощью распылителей. К этому добавляются вредные воздействия средств бытовой химии, которые массово применяют жители мегаполиса. Проблема загрязненности Нью-Йорка заключается не только в выбросе токсичных веществ. Центр города выглядит чисто и респектабельно, однако здесь есть целые районы, где количество мусора, лежащего прямо на улицах, просто зашкаливает. Это, как правило, бедные кварталы, жители которых не следят за чистотой возле своих домов. В некоторых районах можно увидеть огромные кучи мусорных мешков, которые никто не вывозит. Самая грязная часть Нью-Йорка – это район под названием Свалка, располагающийся Уиллитс-Пойнт. Он занимает несколько кварталов. Здесь царит разруха и бездорожье. Дорог просто нет, вместо них лужи и грязь. Район состоит из гаражей, где разбирают на запчасти брошенные автомобили. Вдоль дороги свалены остовы ржавых машин, детали и покрышки. Власти Нью-Йорка имеют специальную мусорную полицию, которая следит за вывозом отходов и штрафует тех, кто не подчиняется требованиям, но она словно не посещает это место в Уиллитс-Пойнт. Еще один источник загрязнения – это метро. Исследователи Нью-Йоркского университета обнаружили, что воздух на станциях нью-йоркских подземок является самым загрязненным среди всех железнодорожных систем на севере-востоке США. Это выражается в большом количестве токсинов в виде твердых частиц размером менее 2,5 микрон. Такие загрязнители воздуха достаточно крошечные, чтобы глубоко проникнуть в дыхательную систему или в кровоток человека и вызвать развитие астмы, а также проблемы легких и сердца. В Нью-Йорке в целом загрязнение воздуха на станциях метро иногда вдвое выше, чем в других городах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА